Дорожные ямы на пресс-конференции в администрации областного центра. Зимой эта процедура в разы дороже, чем, например, весной, а тем более летом. Тем не менее, есть места, где ремонт нужен немедленно. Чтобы он был долговечным, необходимо исключить нахождение от ремонтированного асфальта в воде. Специалисты говорят, что при 18-дневном нахождении пуска дорожного покрытия в воде он теряет 20% своей прочности. Поэтому очистка ливневых колодцев – необходимая составляющая дорожного ремонта и качество дороги вообще. Работа трудная, ведь протяженность городской ливневой канализации – 240 километров. 4357 колодцев ливневой канализации могу по районам разложить. Заложский район – 115 километров, 1405 колодцев. Ленинский район – 32,6 километров и 1246 колодцев. Засвияжский район – 37,8 километров и 1109 колодцев. Железнодорожный район – 17,5 километров и 197 колодцев. Первая задача, которую уже решают специальные бригады дорремстроя – размораживание этих колодцев. Для этого используют горячую воду. Кроме того, чтобы избавиться от формирующихся засоров, используется такой метод, как гидроудар. Специалисты отмечают, что чистить в этом году несколько легче, чем в прошлые года, потому что зимой мало использовалась пескосоляная смесь. Дороги в основном посыпали твердым реагентом, который хоть и дороже, но гораздо экономичнее и эффективнее. Рассыпка одной и той же массы ПСС и твердого реагента – эффективность намного выше получается. Если раньше мы заготавливали 30 тысяч тонн ПСС на зиму, то в принципе в этом году мы обошлись, наверное, где-то половиной этого объема, используя при этом тысячу тонн реагента. Чиновники обещают, что летом будет меньше пыльных бурь, который поднимал ветер над городскими улицами, как только они просыхали. Реагент же не оставляет после себя пыли. Немного мешает укладываться в сроки изменчивая погода. Тем не менее, работы ведутся, и, вероятно, совсем скоро город вернется к так называемому нормативному состоянию. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.